Андрей, а как вот после этой интересной череды интересных событий мотивировать себя выходить на работу? Ну, на самом деле, есть правило психической адаптации, которое представляет собой два кризиса психологических. Первый кризис связан с входом в праздники. То есть сначала всем кажется, что все будет прекрасно, они ждут, значит, чудо, придет Дед Мороз. Значит, и на третий-четвертый день возникает вот кризис осознания того, что это просто праздники, просто выпили, просто поели, просто покутили и так далее. После этого мы входим в такое адаптационное плата. Мы понимаем, ну, ладно, в общем, чудо не случилось, ничего радикально не поменялось. Ну, слава богу, будем спокойно, нервно ждать начала рабочего времени. И второй кризис адаптации всегда приходится где-то на последний период. То есть, условно говоря, в нашем случае это будет где-то с конца 8, 9, 10 числа. Мы будем уже переживать по поводу того, что так бессмысленно и глупо провели время, а теперь на работу, надо ли на работу, там опять все эти лица, там и так далее. В общем, начинается кривая, опять идет вниз нашей адаптации. Значит, хитрость состоит в том, чтобы накладывать кривые адаптации друг на друга, потому что возвращение на работу – это тоже будет кривая адаптацией. То есть, мы соберемся с духом, пойдем на работу, вот, там придем домой, придем на работу, там ты сидишь, что называется, и снова вся эта петрушка, так сказать, вот, с кризисом адаптации. Поэтому хитрость состоит в том, что вы, начиная 8, 9 числа, уже планируете себе какие-то вещи, когда вы можете в спокойной обстановке продумать какие-то более системные вещи, связанные с вашей работой в новом году. Значит, ну, понятно, что наша жизнь – это бесконечная такая рутина в целом, и постоянно мы многозадачности, постоянно нас отвлекают, там и так далее. 8, 9 число – идеальные дни для того, чтобы подумать о своей стратегии на предстоящий рабочий год.